Продолжение следует... Ну, очень скромная компания, у девушек собралось всего 13 человек, но приятно, что как минимум 2 россиянки будут, ну, в моем представлении, однозначными претендентками на медали, ну, и конкуренток у них не так много. Ну, а пока Нифонтова закачивает свой бег, 39.63, ну, очень-очень неплохо. Хочу сказать, что вот в Инцеле 39.47 она пробежала буквально там несколько недель назад, а в начале сезона в Инцеле бежала 39.64. Ну, все-таки Инцель хоть чуть-чуть и пониже на 400 метров, но это все-таки крытый каток. А здесь на открытом льду Нифонтова бежит 39.63. Ну, что ж, пожелаем юной белорусске отличных результатов и роста в дальнейшем. Нет, надо отметить вообще, что белорусская сборная начала пополняться спортсменами. Молодыми ребятами, да. Да, в связи с тем, что построили каток, в общем-то, есть где база, где тренироваться, да и, в принципе, спортивные тренировочные базы, которые находятся около Минска, позволяют готовить спортсменов. В общем, результат налицо. Да, да, очень приятно видеть белорусскую команду на чемпионатах. Мы немножечко как-то так стали отвыкать. По сути, были там два человека только. Виталий Михайлов у мужчин. Да, ну вот, Игната Головатюка мы здесь видели. Ну, Виталий Михайлов, естественно, стоит. Ну, и у девушек так потихонечку-потихонечку тоже появились. И Марина Зуева, и вот сейчас юбитанка и спринтер Анна Нифонтова. Ну, а тем временем, самая опытная участница этого чемпионата Габриэль Хиршбихлер соперничает с юной Наэми Бонацией. Наэми 20 лет. Только в этом сезоне мы увидели эту итальянку на крупных международных стартах взрослых. Ну, вот, по крайней мере, Хиршбихлер, она особо и не проигрывает. Хотя личный рекорд ее на секунду хуже, чем у немки, но вот здесь проиграла всего 0,05. 39,24. Это, кстати, личный рекорд на Эми Бонаци. До этого было 39,33 в октябре этого года в Инселе. Так что тоже прогресс. Ну, вот, кстати, Нифон ТВ тоже пишет личный рекорд, но еще раз повторюсь, я вот нашел ее результат 39,47 в Инселе. Так что есть ошибки у сайта международного союзника Габриэль Хиршбихлер. Ну, я думаю, что союзника Габриэль Хиршбихлер ориентируется, в первую очередь, на заявку, международную заявку, в связи с этим, на официальный документ. Возможно, что неофициальный старт, был неофициальный старт. Ну, он в протоколах есть. Да, да. Поэтому. Кайя Зиомик и Анжелика Войщик. Новое поколение польской сборной. Ну, они чуть поопытнее, чуть постарше, чем Гошечка, которую мы увидели в классическом многоборье. Все-таки и Войщик, и Кайя Зиомик мы уже видели на международных стартах. В том числе, в прошлом году на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Коломне. Ну, Войщик, в общем, поскромнее имеет личный результат, нежели Кайя Зиомик. Зиомик 39-08 в этом сезоне бежала, а 38-78 в марте прошлого года бежала в Солтейк-Сити. Ну, и здесь плотная упорная борьба. Зиомик, в общем, как и ожидается, выигрывает. Ну, и даже опережает Габриэль Хиршбихля. Довольно. Довольно. Кайя Зиомик. Да, в общем, и Анжелика Войщик, по-моему, тоже. Близко к личному рекорду она пробежала. 25-25, и сейчас 31-я, в общем, не думаю, что есть мы смистраиваться. Да, 6 сотых не добежала до личного рекорда, да, в общем, тоже достойный результат. Ну, а теперь самое интересное. Во-первых, 4 сильнейшие пары, но, во-вторых, Ирина Кузнецова, тоже новое поколение российской сборной, очень приятно. Еще по нео-сеньорам начинала этот сезон на этапах Кубка Мира. Но посмотрели тренеры и решили, что, в общем, вполне она может и на взрослых Кубках Мира себя попробовать. И уже в группу А отобралась Ирина. Ирина и достойные там результаты показывала. И Херенвейна 38-63 обновила личный результат. И, в общем, я думаю, что вполне себе может даже и обыграть опытную Санни Кеденилинг в этой паре. Хороший разбег. Демонстрировать, да, Ирина очень хорошо. 10-59, отличный разбег. Шикарный просто разбег у Ирины Кузнецовой. И, в общем, Голландка далеко позади. Голландка, конечно, может сделать круг ходом неплохой. Но я думаю, что Ирина вполне-вполне достойна того, чтобы выиграть в этой паре. Большой сбой на входе. Да. Чуть-чуть поджалась вот после этого сбоя. Ну, побороться напрямую, побороться. Молодец, хорошее исполнение, хорошее техническое исполнение в первую очередь. Секунды очень приличные. Да, 38-92. Ну, да, на три десятых скромнее личного рекорда. Но вполне себе. Волнение, волнение еще присутствует, безусловно. Да, да, это, в общем, первый чемпионат Европы многоборный для этой спортсменки. И, в общем... Да, я хочу сказать, что сильная сторона Ирины Кузнецовой – это тысяча метров. В Киренвине буквально вот в декабре она пробежала там, да, на этапе Кубка Мира. Ну, 16-77, если мне не подводит память. Да, это личный, с личным рекордом. Да, да, это был личный рекорд, и это на 16 очень прилично. В общем, посмотрим, ждем дальше. И, безусловно, это многоборье только начало. Ну, Ольга Фаткулина – бронзовый призер первого чемпионата Европы, который два года назад проходил. И те две девушки, которые тогда Ольгу обыграли, они не бегут вообще этот сезон. Каролина Ирбанова и Юрий Интерморс. Ну, Ирбанова вообще объявила неожиданно о завершении карьеры. Типа не хочет под диктатом Петра Новака она существовать. Но Иринтерморс обещала вернуться после операции на колени. Хеги Бока соперничает с Ольгой, но Ольга в этом сезоне уже не раз была в призах на этапе Кубка Мира. И, в общем, я думаю, что Ольга здесь как опытный и титулованный спортсмен. Она, в общем, наверное, претендент. Один из двух-трех претендентов на золото. 38-13. Ровно на секунду скромнее ее личного рекорда и рекорда России. 38-13. Достойный. Очень достойный результат. И Хеги Бока проигрывает много. Ольги Фаткулиной. Ну, и определить, насколько этот результат хорош, мы сможем буквально в следующей паре. Когда побежит, наверное, главная Ольга соперница здесь на чемпионате Ванесса Херцог. Австрийская спортсменка на внутренней дорожке. В этом году она лидер Кубка Мира на 500-метровой дистанции. И 500-ку она проигрывала только одному человеку, японке Нао Кадайре. Ну, что касается Летиции, Де Йонг, она больше все-таки специалист тысячи метров. Ну, на 500-ке мы в этом году курсирует между группой А и группой Б. Фальстарт у Ванессы Херцог тоже, в общем, старалась так не пропустить момент выстрела. Очень жесткий контроль, очень жесткий контроль на старте. Я смотрю, что очень долго держит, выдерживает паузу, максимальную паузу до замирания спортсменов. При том, что судья-стартер сегодня представительница Голландии, Янис Смегин. Казалось бы, уж свою пару с участием своей спортсменки могла бы более лояльно обработать. Да, ну и вот у девушек мы видим траурные повязки, в частности Летиции, Де Йонг. В память о ушедшей от онкологического заболевания Паулин Ван Дютиком. Буквально это произошло 10 дней назад. Вот 37-летняя чемпионка мира в классическом многоборе. Итак, Ванесса Херцог пытается атаковать результат Ольги Фаткулиной. 38-13, напомню, в предыдущей паре Ольга пробежала. Ну и на финише, да, солидно, солидно. Ванесса Херцог и круг ходом хороший 37-61. Ну, понятно, что уже Ольга Фаткулина расправилась с рекордом катка, который принадлежал до 7 дня Дарьи Качановой. Еще выступая на юниорских соревнованиях, Даша и мировой рекорд среди юниоров. Тогда установила и рекорд катка 38-37. Ну вот, 38-13 было у Фаткулиной. Очень такой серьезный задел 37-61 делает Ванесса Херцог. Но борьба на этом не заканчивается. И Даша Качанова вполне еще может в эту борьбу тянуться. Очень здорово Даша для себя бежит этот сезон. И огромное спасибо и Владимиру Акилову, который ее готовил к нынешнему сезону. И походу, ну, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Видно было, что она ловит выстрел, видно было. Но я опять же повторюсь, что очень жесткий контроль судей на старте. Предыдущая пара, Летит Седе Йонг, показала ровно те же секунды, как и Санеки Денеллинг. Нет, не ровно. Не ровно? Две тысячные раньше. На две тысячи медленнее, да. Ну, 38-63 они пробежали, да. Но уже на сайте появились тысячные. Да, да, да. 38-636 у Денеллинг и 638 у Де Йонг. Разыгрывают чемпионат голландский. Да, ну, это чемпионат в борьбе за, в лучшем случае, бронзу, а может быть даже и без медали. Ну, посмотрим. Многое будет зависеть от этой пары. Леердам, соперница Качановой, молодая голландка, 20 лет. Ну, в этом году в Херенвине обновила свой личный 38-18. Ну, в то же время у Качановой 37-81. Вот такое время 10-53. Качанова неплохо для себя разгоняется. Это второй разбег дня, чуть быстрее, чем у Ирины Кузнецовой. Ну, Ванеста Дерцак разогналась 10-46. Да, ну, это было просто фантастически. Ну, и такой результат получился. Качанова чуть впереди относительно голландки. И голландка как-то вяло очень добегает. 38-16. Качанова... Включили нас к тому, что, несмотря на то, что с разными тренерами готовятся, бегут в одни сотые, в одни секунды. И снова практически та же ситуация. 38-13 у Качановой, у Фадкуленой, 38-16 у Качановой. Второе-третье место у наших девушек. Но с Ванестой Херцак, конечно, непонятно, что делать. Честно говоря, я ожидал, что какой-то, ну, все-таки пик формы должен был где-то немножечко понизиться. У Ванессы, ну, она блестяще, конечно, начала этот чемпионат. И великолепный рекорд катка. Здесь установила 37-61. Уточняют результаты. У Фадкуленой 38-134 тысячные, у Качановой 38-158. Ну, с другой стороны, у Даши еще в начале этого сезона личный рекорд-то был слабее, чем она пробежала сейчас на открытом льду. Ну, и голландки. Дружно 4-5-6 место занимает Ирина Кузнецова. Восьмая дебютантка российской сборной. Тоже, в общем, вполне себе уютно чувствует в десятке сильнейших. Отставание на тысячу метров. Да, и на тысячу метров в секунду отыграть у Херцог, ну, это будет очень непросто. Ну, с другой стороны, борьба. В общем, в борьбе может случиться всякое. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова